Соломон 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 Добро и что зло Ибо кто может управлять этим Многочисленным народом твоим И благоугодно было Господу Что Соломон просил этого И сказал ему Бог За то, что ты просил этого И не просил себя долгой жизни И не просил себе богатства Не просил себя душ врагов твоих Но просил себе разума Чтобы уметь судить Вот я сделаю по слову твоему Вот я даю тебе сердце мудрое и разумная, так что подобного тебе не было прежде тебя и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, что ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои, если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои, и пробудился Соломон, и вот это было сновидение, и пошел он в Иерусалим, и стал преджертвенником, пред ковчегом завета Господня, и принес все сожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним, и сказала одна женщина «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его, и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый, а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь «Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорит «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь «Подайте мне меч». И принесли меч к царю, и сказал царь, рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему, «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умешивляйте его!» А другая говорила, «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите!» И отвечал царь, и сказал, отдайте это живое дитя и не умешивляйте его, она его мать. И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Глава 4. Третья книга царств. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него, Азария, сын Садока, священника, Еликарев, Иахия, сын Авьясивы, Писы, Иосафат, сын Ахилуда, геописатель, Ванея, сын Иадая, военачальник, Садок и Авяхфар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завуф, сын Нафана, священника, друг царя, Ахиссар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона двенадцать приставников над всем Израилем. И они доставляли продовольствие царю и дома его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их. Бен Хур на горе Ефремовой, Бен Декер в Маккаце и в Шалаалбиме, В Вевсамисе и в Гелоне и в Бевханане. Бен Хесет во Рюбофе, ему же принадлежала Суко и вся земля Хефер. Бен Авинадав над всем Нафафдором. Тафаф, дочь Соломона, была его женою. Ваана, сын Ахилуда, Фаанахи и Мегиддо, И во всем Бевсане, что близ Сартана. Ниже Изриеля, от Бевсана до Абел Мехола и даже за Иокмиам. Бен Гевер в Рамофе Гаалаадском. У него были селения Иаира, сына Манасиина. Что в Галааде, у него также область Аргов. Что в Вассане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гиддо в Маханаиме. Ахимаас в земле Нефалимовой. Он взял себе в жену Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая в земле Асировой. И в Баалофе. Иосафат, сын Паруаха в земле Иссахаровой. Шемей, сын Елы в земле Вениаминовой. Гевер, сын Урия в земле Галаадской. В земле Сигона, царя Амарейского. Иога, царя Вассанского. Он был приставник в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц. Ибо он владычествовал над всей землею по эту сторону реки, от Тепсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки. И был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, и Зархитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды сыновей Махола. И имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он три тысячи притчей и песней, и его было тысяча и пять. И говорил он о деревах от кедра, что в Ливане до иссопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Глава пятая. Третья книга царств. И послал Хирам царь тирских слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его. Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать. Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под ступы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровала мне покой отовсюду. Нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, «Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как седоняне». Когда услышал Хирам слово Соломона, очень обрадовался и сказал, «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом, и послал Хирам к Соломону сказать, «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь, но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома, и давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые, вполне по его желанию, а Соломон давал Хираму двадцать тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и двадцать коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз, и обложил царь Соломон повинностью. Весь Израиль, повинность же состояла в тридцати тысячах человек, и посылал их на Ливан по десяти тысяч на месяц попеременно. Месяц они были на Ливане и два месяца в доме своем. А Данирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было семьдесят тысяч носящих тяжести и восемьдесят тысяч каменосеков в горах. Кроме трех тысяч, трехсот начальников, поставленных Соломонов, надработают для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы, и работники Хирамовы, и Гевляне, и приготовляли дерева и камни для строения дома три года. Продолжение следует...